Всем привет! У нас сегодня новый день. Последний день, когда родители у нас. Я собираюсь, мы собираемся кое-куда поехать. То есть я собираю вещи для Даши, потому что мы собираемся кое-куда поехать. И это будет особенно интересно тем, кто пишет под моими влогами, что им нравится, когда мы куда-то путешествуем. Ну, как путешествуем, ездим куда-то. И что-то новое я показываю. Вот сегодня как раз это видео. У вас есть предположение, куда мы едем. Я могу сказать такое. В общем, это... С братан едем. Нет, это даже не так называется, это село. Но, в общем, так, это что-то большое. Можно это сравнить с высоким зданием. Крепость. Крепость не подходит. Ощущение, как будто бы ты находишься в другой стране, которая граничит со Швейцарией. Германия. Нет. Фрация. Италия. Так, что еще можно сказать? Ну, что, в Венецию, что ли, едем? Ну, то, что Италия, это ты уже близко, папа. Но, что еще можно сказать? Ощущение, как... Когда далеко-то едем, получается. Ну, нет, не очень. Это просто Джеймс нас так ведет. Чтобы впечатления были побольше. Получше. Запутать следы. Это что-то связано со ступеньками. Можно так сказать. Ну, не на Потемкинскую же лестницу в Одессу. Ну, нет. Туда мы точно так не поедем. Не знаем мы, что тут в Швейцарии есть такое вот... Если бы ты мне вчера сказала, я бы сегодня уже нашел бы интернет. Ну, да, и то, что это от нас недалеко находится. Ну, покажите, будем знать. И раньше это было... Вот если... Да рассказывай. Да нет, я не сказала. Парк национальный какой-то. Нет, это не парк. Нет, тоже не парк. В общем, раньше этой национальности принадлежала большая часть Европы. А, вот это бассейн один такой. Ну, самый крупный тут находится. А шарики? Тут еще возле этого самолета армейский магазин. Там можно купить всякие армейские штучки, одежды. Ну, да, он не летает, но он настоящий. Вот тут, смотрите, за этими кустами. Вот она. А, как Миг-20. Французский Мираж. Вот это граница между Базель-Ланд и Аргал. Ну, то есть мы уже в другом контоне, получается. О-о-о, могу поспорить, они все туда идут. В общем, мы приехали в Олгуста-Раурика. И это место, которое осталось от Римлян. Это амфитеатр, ну и все вот эти вот останки. Сейчас увидите. Вот это колозеум, где мы сейчас, это вот это вот. Это единственное, что как бы толком сохранилось. И вот это, по-моему, да, через дорогу, вот это четыре. Вот где там ступеньки, это ступеньки вели, как бы, вот к этому зданию. Это был театр. С представлениями. 3D-изображение. Все то же самое, только в четыре дейли. А за английский стандин, хирургия, четыре дейсо. Да, тут где вот мы сейчас стоим, это все были дома, здания, а что до сих пор? То есть вот там, где выпуквают вот это вот, это вот тоже зландин. А все остальное, естественно, нахожусь. Вароше. Когда последний раз были реставрации? Прикоснитесь к истории двухтысячелетней Вон смотрите амфитеатр Да, это все было Римская империя раньше А теперь тут ходят четыре с половиной молдаванов И один коренной-коренной, у которого, может быть, есть корни от Римской империи Даша уже нашла свое счастье Ирка, поднимайтесь наверх, я тоже к вам иду Привет! Новый метод, бочком Не, не надо ко мне, не надо ко мне Иди по мелким ступенькам, Даша, иди сюда Было бы желание, да Идешь ко мне наверх, Ляль? Я прям не устываю, мне надо бежать, бежать скорее Ирка, если вдруг захочешь вскарабкаться наверх, знай, нельзя А вот Даша хочет, для нее знаки вообще я ничего не говорю А с другой стороны, то есть наверху просто улица Самое прикольное, это вот эта сосна или что это за дерево И с елочного семейства на самом верху растет Ну что, у вас есть ощущение, как будто бы вы побывали в Риме? Конечно Поделитесь впечатлением Не хватает гладиаторов и булобыков Господи, мам Я когда тут попала, когда я сюда попала в первый раз, я сразу вспомнила свои римские каникулы Колизей, потому что, ну, очень подобно Правда подобно Ты видела настоящий Рим? А вот Дашу очень нравится Да, Дашу очень нравится Вот это прямо Даша на место Наконец-то, камушки нужно поднимать Как мало надо для счастья, правда? Все, она на скамеечку пошла камушки складывать Браво Она через ступенечку, вверх и вниз, вверх и вниз Ирка, подпись в одноклассниках, римские каникулы удались на славу А ветер, как у моря, как у моря, исторический Ветра плохо дуют, да? Как прекрасно Еще кусочек информации Если ты тут поблизости где-то хочешь построить дом, то сначала производятся археологические раскопки И если там что-то найдут на этой территории, где ты собирался строить дом, то запрещаются и построить Да, привет Привет, сервитек Столько деток, да? Столько деток кругом Да Да Сделай папе гили-гили дыши Ой, гили-гили Скажи, не догонишь, не догонишь А ну сделай ему еще гили-гили Давай сделай еще гили-гили Я буду бегать Я буду бегать Я буду бегать Да Восьма 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 Джеймс говорит, вот тут казнили людей Ой, нет, шутка, а я же поверила Так, следующее Во Моя мама вот там наверху, так где мой палец Вот там где моя мама Давай идти к нам можно идти по адаптированным ступенькам можно окунуться в историю окунулись а тебе смешнее всех так для таши все равно где главное чтобы с камушками и это деда даже показывает направлении всегда такая станет дальше указатель коза деловая у этой пальчики ловишь у эти пальчики пальчики маленькие такие козочка скачет она мне тут за вперед это вот остатки от храма будем его храмом назвать хорошо да в общем там где поклоняются богам это храм скорее всего по-русски что у меня сегодня вообще с русским напряг точно вот это наверняка были выемки для дверей выемки для дверей для этих вот за культура через двери зайти тут такие ступеньки не каждому специально чтоб не поднимались дошелька смотри на меня ляль ой ой и ногу и руку на ногу там вот еще музей но мы туда не пойдем гладиаторы которые сражались со львами и с быками мам ты говорила его их тебе не хватает для полного колорита сейчас мы пойдем посмотрим хлеба пекарни кажется сегодня тут эти вот у детей две недели каникулы видимо тут что-то для них проходит какое-то представление они сами как в русское печи как в русское печи как дома Там бегут в печи. Да, вот там еще стоит это, где сами должны хлеб молотить зерно. Да, и эти стены все еще оригинальные. Нет реставрированные. И там хворост для печи. В общем, все как раньше почти. Мы вот так поднимались по этим ступенькам и вот эта часть, где мы пришлись. А вот эта пекарня получается и все, что на пекарне уже разрушено. Уже тут над пекарней просто крыша такая. А должен быть как бы еще ну еще часть построек. Вот это остатки от канала, по которому текла питьевая вода. Потому что римляне были первые, кто построили еще и в Риме тоже это вот каналы с питьевой водой. И вот она идет от Эргольц. Это тут недалеко Фюлингсдорф. И до сих пор еще там пользуются этими истоками, да, этой водой. Тут вообще можно посмотреть кое-что. Это что? Повозка, мне кажется. Так? Повозка такая. Ну, мы через стекло смотрим, поэтому качество не очень. Это вот эти вот, где лицом, или как это называется? Умывальники. Ну да. И вот эти, как эти, улчор. Вот почему мне сейчас улчор в голове. потому что кувшинчики. Кувшины, да. Идем до Шулька. В общем, это, как я понимаю, кухня. Это типа тушка свиная, разделанная. Это мясо, да. Колбасу делают. Колбасу делают. А вот зачем та женщина в печь полезла, объясними. Что? Чистили. А, колбасы, колбасы делают. Мамам. С мамам, да. Вы с мамам. С мамам. Это во время раскопок нашли. Это все оригинальные эти вот части статуи, статуэтки. В общем, вот такое вот. Так? Да, и тут тоже вверх так красиво посмотреть. Может быть, это даже на кладбище похоже на надгробные плиты. Если стрельцы. Что там, буквы, да? Латаниш. Латаниш. Да, точно. Вот я учила латинский в универе. Ирка, ты же тоже учила латинский в универе. У тебя это в памяти. Лучше заклонилось. Гаудиамус, первый столбик. А ну расскажи. Не, спасибо. Ну напомни, я сама расскажу. Я сама расскажу. Гаудиамус, едитор, ивенус, дом, сомус. Сомус, точно. Сомус мы вспомнили. Я помню только все свое ношу с собой. Походу, этот девиз помню я по жизни. Посмотри. С этой торбой, точно. Это потом наша маленькая. Ну еще читиус, альтиус, фортиус. Сильнее, больше, быстрее. И все, по-моему. К примеру, с колонн. Да, колонны они называются, да? Вот эти вот детали. Удивительно. Как оно все хорошо. Самое чистое установлено, это буквально. Собака такая внизу лежит. Дядя, да? Дядя, да. Ну, я тоже Даша посмотрела, убедилась. А это дядя. Это музей. Как интересно, по окнам написано музею. Но мы туда не пойдем. Во-первых, это долго. Во-вторых, мы хотим еще в одно место попасть. И вот еще вот эта колонна такая. Вот в этих выемках, в стене выемки, хорошо видно, там всегда были статуи. Теперь там, конечно, просто выемки. Так, мы пришли еще в одно место. Слушайте, я вам расскажу. Я вам расскажу. Тут было двухэтажное здание, и потом оно сгорело. И его так и оставили, им не пользовались. И потом, спустя там некоторое время, 2060 год нашей эры, так оно и осталось, в общем. В общем, вверху производили всякое, как это, гончарная мастерская это называется. Ну да, где всякие эти вот кувшины, всякие эти вот мисочки. И вот это осталось реально самое такое незатронутое место, потому что после пожара им не пользовались. Ну и как бы для нас, для нашей эпохи это вообще уникальный экспонат. Да, потому что во время пожара как бы все оно как запеклось, его не разбирали. И в общем, так и осталось. Что интересно, это вот эта вот стена, как ее построили. У нас полностью стены делают, да? Джеймс говорит, вот в Африке до сих пор еще так строят. Знаешь, что стены у нас, которые эти рунды хусы делают? А что в Африке делают? Это есть у Лайла Каки фон Куровье. Я, Гена, мы говорим о том, что тут эти Каки коровьи. А у нас же тоже так и строятся лошадиные. А у нас же дом тот бабушкин делает. Уже тоже против. У нас тоже был один, то есть есть еще один старинный дом и там он тоже так построен. Ну не такие тонкие стены, там стены толстеные. Такие маленькие булочки, да?